Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса» Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Рабина. Чем запомнили санопчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. 1 декабря – свой день рождения. Партия «Дина Россия» отметила расширенные встречи с избирателями, прежде всего с теми, кому нужна помощь. Прием граждан провели депутаты Совета Законодательного собрания Края Госдумы. В штабе «Дина Россия» за 6 часов работы приемной более 60 человек получили разъяснения по заявлениям и помощи. В Анапе подвели итоги работы по исполнению закона 1539 на внеочередном заседании штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. В 2014 году в городе и сельских населенных пунктах проводили большую работу по исполнению так называемого детского закона 1539. Ежедневно в рейдовых мероприятиях участвовало более 50 человек. Всего с начала года в Анапе было сформировано 4259 рейдовых групп, участники которых выявили 405 несовершеннолетних, находящихся после 22 часов на улице без сопровождения взрослых. По месту жительства проверили 1543 проблемных подростка. Большой вклад в эту серьезную работу внесли члены родительского и молодежного патрулей, добровольная народная дружина и казачество. На совещании в администрации города объявили победителей ежегодного смотра конкурса добровольных народных дружин. По итогам на третьем месте оказалось местное отделение ДУСАФ. На втором – дружинники пансионата «Урал». Лидером стала дружина Анапского городского казачьего общества. Призерам вручили дипломы и денежные премии. Также премиями наградили и лучших дружинников, среди которых сотрудники курортных здравниц и коммунальных предприятий. В минувшие выходные в Субсехском сельском округе прошел очередной в цикле День здоровья. Жители округа получили бесплатные консультации врачей самых востребованных специальностей. День здоровья посетили более 400 жителей Субсеха. Было оказано более полутора тысячи услуг. На выходе из здания администрации, где вели прием врачи, работала ярмарка «Привоз». Качественные продукты местных производителей – одна из составляющих здорового питания, а значит и здоровье населения. Наша съемочная группа побывала и на городской ярмарке «Привозе» в микрорайоне 3А. На этой неделе ярмарка привлекла покупателей отличными продуктами, богатым ассортиментом и песнями. Овощи, фрукты, колбасы, рыба, мясные и молочные продукты, кондитерские изделия – не только. Анапчане имеют возможность приобрести по доступным ценам, значительно ниже, чем в магазинах. Продукты на ярмарку привозят фермеры из сельхозпредприятия Крымского, Славинского, Темрюкского и других районов. Условия простые. За торговое место платить не надо, но продукты продавать без наценок по специально разработанным рекомендованным ценам. Выездные сельскохозяйственные ярмарки «Привозы» работают еженедельно в каждом микрорайоне Анапы для удобства местных жителей. Площадки для таких рынков подбирали максимально доступные и удобные для продавцов и для покупателей. За ценовой политикой на ярмарке «Привозы» следят строго. Сотрудники управления сельского хозяйства ведут постоянный мониторинг установленных цен. Анапа присоединилась к всероссийской акции, посвященной Дню памяти неизвестного солдата. В Нижней Гастагайке у мемориала «Память безвестно погибших» почтили минуты молчания. В феврале 2013 года в хуторе Нижняя Гастагайка прошло перезахоронение солдата времен Великой Отечественной войны. Останки его были обнаружены недалеко от хутора. На месте не было найдено никаких документов, поэтому его имя остается неизвестным. Винок памяти к могиле неизвестного солдата возложили глава Приморского сельского округа Василий Рогалев и председатель Совета ветеранов округа Александр Грязнов. Винки и цветы к могиле возложили ученики школы номер 16 и казаки. День памяти неизвестного солдата – это благодарность погибшим героям Великой Отечественной войны. Поисковики России каждый год поднимают останки сотен безымянных солдат. Этот день еще и своеобразный профессиональный праздник для всех поисковиков, подчеркивающий значимость их работы. «Целуйте руки матерей» с этой поэтичной фразы начался праздничный вечер для многодетных мам, проживающих в микрорайоне Северный. Подготовили мероприятие председатели территориальных органов самоуправления. Провести приятный вечер, пообщаться за чашечкой чая, послушать душевное пение под баян собрались 20 мам, у многих из них уже 5 внуков и 6 правнуков. Такой теплый, почти семейный формат празднования Дня Матери был выбран впервые, а говорили о самом дорогом – о своих семьях, мамах и детях. В Анапе завершился чемпионат России по боксу среди женщин. 111 спортсменок из 42 субъектов Российской Федерации участвовали в соревнованиях. В 6 дней в спортивно-учебном здравительном центре «Волиград» села Витязева проходили соревнования. Лучшие спортсменки страны боролись за звание сильнейших в 10 весовых категориях. Победители определили 2015 год предолимпийский в календаре российских спортсменов. Именно по его итогам будет решаться, кто попадет в список сборной команды страны, которая поедет на Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. Удачное выступление победителя на этих соревнованиях подарило им шанс на олимпийскую путевку. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Глава города Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в станице Благовещенской. Пока они офицеры, но скоро ими станут. Один день из жизни кадетской школы. Она подготовится встречать Новый год. Сейчас обо всем подробнее. Станица Благовещенская – одно из любимых мест на Черноморском побережье у отдыхающих. Туристы видят ухоженную и процветающую станицу, от их глаз скрыты повседневные проблемы местных жителей. С ними они идут к власти. Глава курорта провел в Благовещенской прием по личным вопросам. Станичники поделились с Сергеевым, что беспокоит их сегодня и какой помощи они ждут. Здание администрации в станице Благовещенской вечерний час выглядит неожиданно оживленно. Глава курорта Сергей Сергеев приехал выслушать станичников и помочь решить их проблемы и затруднения. Мне ваша станица очень нравится. И вообще в крае я таких станиц не видел. Ухоженных, хороших, чтобы так подобно. Но у вас, конечно, есть перед другими станицами преимущества. Это отдыхающие, которые сюда приезжают. Владимир Волков заслуженный энергетик России. У него три международных премии за достижения в науке. И проблема, связанная с халатностью кадастровых специалистов. Кадастровый инженер, проводя у соседа замеры, произвел введение ошибочных координатов. На три метра сместил участок земли от соседа на мою территорию. Захватил пол здания. А кадастровая палата Краснодара, не увидев этой технической ошибки, взяла и сместила мой участок, участок соседа следующего. И в результате восемь участков оказались со смещенными по кадастровым планам участками своими земельными. Однако половина соседей не заинтересована действовать. Заказывать экспертизу, тратить деньги, создавать земельные дела. Вместе с соседом Василием Хорошавиным Владимир Михайлович пришел на прием к главе Анапы. Чертеж наглядно продемонстрировал сложившуюся проблему. В две ручки они исследовали земельную карту и думали над решением проблемы. Давайте пойдем в суд, и мы будем нести все эти расходы. Глава предлагает, что он выступит инициатором в суде, администрацией в защиту наших интересов. И направит своих представителей, попробует через суд решить этот вопрос. Я удовлетворен встрече. Если это будет решено, слава Богу. Сразу после беседы Владимира Волкова пригласил к себе начальник городского правового управления Сергея Усков. Вопросы станичников касались не только земельных отношений, но и приватизации, водоснабжения частных домов, электроснабжения станицы, расширения территории кладбища и даже соседских споров. Глава внимательно слушал и находил оптимальное решение. И хорошо, что вы не молчите. Поэтому и приехал, чтобы посмотреть, самому увидеть. В завершении встречи Сергеев переговорил с главой Благовещенского сельского округа. Еще не офицеры, но скоро ими станут. А пока курсанты кадетской школы каждый день проходят обучение по общеобразовательной программе и строевую подготовку. Один день из жизни и учебного процесса кадетской школы в нашем следующем сюжете. Утро начинается не с маминой каши, а с патриотического настроя. Построение на плацу. Лучшие кадеты поднимают торжественно флаги. Остальные поют гимн. Командиры шагают на перекличку. Под бодрые песни курсанты следуют в учебные классы. На посту дневальные. Колокол объявляет. Пора на урок. У одних первым уроком математика и обязательно доклад преподавателю. Функции и графики. У других строевая подготовка. Носочек тянуть и шаг чеканить. Остановись. Равняйся. Смирно. Шагом. Мат. Это день мы приближали, как могли. Это день победы. Ворохом пропал. Во главе строя Андрей Дьяков, командир класса. Его фотографии украшают доску почета. Ребята настоящий коллектив. Командира слушают, приказы исполняют. Ну и командир у них на все руки мастер. Я сюда пришел, потому что я хочу быть настоящим офицером. И чтобы, если я здесь отучусь, то мне будет дальше уже легче. Куда-то поступить. Например, это мой отец. Для меня, потому что я хочу стать таким же, как он. Честный, сильный, справедливый. Больше всего Андрею нравятся занятия по физической подготовке. Особенно бегать. Догонять или убегать? Догонять. Почему? Ну, потому что я не люблю убегать. Потому что от кого мне убегать? Уроки физкультуры у кадетов не похожи на привычные занятия в обычных школах. Пока кадеты разминаются, полковник Житков осматривает территорию веренной ему школы, чтобы везде был по-настоящему военный порядок. Школа получила новое здание и работы еще много. Задачи для себя уже уяснил и выстроил. Мы уже были и смотрели другие кадетские школы. Это Новороссийский казачий корпус, город Новороссийска, который заняли в прошлом году первое место среди кадетских корпусов в таком образовательном учреждении. Должно преобладать именно мужское, мужская категория. Почему? Потому что ребенок есть ребенок. И когда он надел форму, он осознанно пришел в это заведение, для него должен быть наставник. Наставник ребят Александр Дульдиер сам закончил кадетскую школу не так давно. Он со своими ребятами везде и окопы рыть, и в горы ходить, и морскую навигацию изучать. Пустырь за территорией школы напоминает поле после бомбежки. В траве хрупкие детские фигурки с автоматами. Хлопок и дым уже застилает глаза. Сегодня у нас в рамках военно-патриотической программы образовательного процесса проходили занятия по тактической подготовке шестым классом. На разведдозор нападает противник, в данном случае с левой стороны. Задача разведдозора – изготовиться к бою под дым. Организовать встречный бой по направлению противника боевыми двойками, прикрывая товарища. Моя задача детей прежде всего подготовить психологически к будущей их службе, как офицеров. Объяснить им, разъяснить, что такое командир, что такое начальник приказания. И какие-то психологические элементы боя, которые необходимо знать. Ну, все как по-настоящему. Автоматы, дымовуха, взрыв тоже. Тактические занятия – это очень интересно. Особенно такой, если хороший преподаватель, как Александр Сергеевич, очень образованный. Вообще классный мужик. После условно-боевого задания надо проверить оружие. Все реалистично. Ну, нравится, что здесь вырабатывается товарищество, помощь своему товарищу. Я представляла собой подчиненного. А противника какого представляла? Противника какого-противника. Ну и кто сильнее был? Наш. Мы были сильнее. Победили? Победили. После победы над воображаемым противником с песнями на базу школы, чтобы за партой разобрать тактические ошибки. Не все из них станут офицерами. Главное, чего хотят офицеры-наставники – вырастить их настоящими мужчинами. Другим темам. Анапа понемногу окунается в волшебную новогоднюю атмосферу. Вечерний город сверкает праздничными огнями, а на главных площадках курорта появляются нарядные зеленые красавицы. Чувствуют ли анапчане и гости курорта приближение главного праздника в году? На поиски новогоднего настроения отправилась Рената Кадырова. Настоящий Новый год приходит, когда елка наряжена. В преддверии самого главного праздника в году Анапа продолжает одеваться в яркие новогодние краски. На главной площади курорта к празднику почти все готово. Елку на площади украшают игрушками, шарами, гирляндами. Высота праздничного дерева – 21 метр. Собрана она из более чем двух тысяч веток повышенной пушистости. Установлено 18 горизонтальных гирлянд и 41 вертикальная. Алексей Краснюк, руководитель предприятия «Ремстрой», подчеркнул, праздничная елка полностью будет готова 10 декабря и создаст праздничную атмосферу. Работы у нас начались с 1 декабря, закончатся работа 10 декабря. С 1 декабря по 4 декабря производились монтажные работы. Елка собрана в полном объеме. С 4 по 7 число занимаемся украшением елки, установкой гирлянд. 10 числа елка будет у нас работать в полной силе. Елка еще не совсем готова, но на площади уже собираются зрители. Посмотреть на главную красавицу предстоящего праздника. Елка даже без игрушек красивая. Веточки уложены ровно и густо. Проходя мимо нее, чувствуется волшебство новогодней ночи. И новогоднее настроение, как по волшебству, пришло само. Как всегда замечательно. Она прям радует и создает праздничное настроение. Уже прям запасаемся мандаринами, подарками и хорошим настроением. Когда увидела, очень обрадовалась. Наконец-то Новый год. А как вы готовитесь к Новому году? Ну вот, покупай подарки. Большая, красивая. Скоро будет нарядная. Приеду, когда будет нарядная. Что будешь делать? Смотреть. Нравится, потому что Дед Мороз ложит под ними подарки. Буду делать всякие вкусности. Ложит на елку, шарики надевать. Играть в снежки. Работники, по всей видимости, городской администрации собирают елку. Но у меня это, конечно, как-то впечатлило. Хотелось бы ее посмотреть, когда она уже будет готова в вечернем свете. Накануне новогодних праздников каждый человек ждет чудо. И хорошо, когда это ожидание сопровождается нарядным украшением города в Новом году. В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. Каким он был для Анапы, мы узнаем у жителей города-курорта. Пожеланиями и поздравлениями с наступающим праздником с нашими зрителями делятся известные анапчане. Казаки – это патриоты нашего Отечества. Я рад за наших казаков анапских, потому что мы, ну, скажем так, лидеры в кубанском казачьем войске. Это не громкие слова, это про нас говорит и атаман войска, и атаман отдела. Поэтому будем стараться еще лучше служить на благо нашей Родины, на благо наших граждан. Я от всей души поздравляю жителей города-курорта Анапа, а также гостей нашего города. С наступающим Новым годом и с Рождеством Престовым. Желаю, естественно, самое главное в нашей жизни – это терпение, мудрости, ну и, конечно же, всем здоровья и радости. Оригинальный подарок, ручная работа и точно под настроение в литературной кофейне «От А до Я» каждую неделю проводят мастер-классы по прикладному искусству. Создать шедевр под руководством профессионального художника под силу и малышам, и людям почтенного возраста. Об одном из таких мастер-классов расскажем прямо сейчас. Пространство и свобода для творчества и фантазии, для воплощения креативных идей и замыслов – сложный процесс под руководством профессионала. Пошаговая инструкция. Юлия Воробьева, руководитель творческого клуба «От А до Я», сопровождает каждую работу своих учеников «От А до Я». Возьмите кусочек поролоновой губки и обмакните его в белую акриловую краску, которая и послужит сегодня грунтом. И вот такими движениями, не сильно густо, не сильно жидко, да, мы заполняем. Это в сказке из полена получился Буратино. В Юлиной сказке у каждой деревяшки своя история и картина. Декупаж – старинное направление декора. Сначала его считали слишком примитивным и называли творчеством для бедных. Позже в Европе эта техника на мебели сыскала громкую славу. Лучшие дома стали покупать аксессуары и мебель, украшенную таким способом. А мастер-классы – очень популярные выходные дни в Европе. В Анапе адаптированная версия уроков творчества. Мы расслаиваем салфетку, то есть убираем два лишних слоя бумаги и остается самый верхний слой с картинкой. Вот он тоненький. Так разноцветные салфетки становятся картиной на дереве. Сюжет обрывается по контуру и раствором клея воды приклеивается к поверхности от центра к краю. Пустые поля дерева подкрашивают красками в тон. Если нет времени долго ждать, пока клей и краски высохнут, Юля предлагает высушить поделку феном. А потом покрыть тонким слоем лака и снова просушить. И вот, шедевр готов. Работы наверняка украсят комнату или кухню, а может быть, станут для кого-то особым подарком – ручной работы в единственном экземпляре. Следующий мастер-класс Юлии Воробьевой пройдет в воскресенье 7 декабря в литературной кофейне от А до Я в 12 часов. В тренде новогодняя тема. Участники мастер-класса будут колдовать над елочкой в башмачке. В Анапе прошел большой концерт, посвященный Дню матери. Многодетных мам, приемных и матерей героев поздравили на сцене городского театра. Вручили благодарности и подарки от главы города Сергея Сергеева. Подробности концерта в сюжете Натальи из Мозговой. В зале тепло от улыбок и доброты женских глаз. У одних мам в руках цветы, у других еще более прекрасные цветочки – детки. Зал городского театра собрал самых разных мам Анапы. Активных и творческих, деловых и прекрасных хозяек, многодетных и самых разных. Анапчанок от души поздравил глава курорта Сергей Сергеев. Ребенок для матери, какой бы он ни был, он самый лучший, самый любимый, самый живой. В этот праздничный день я хочу вам пожелать здоровья, пожелать успехов вашим детям, чтобы в ваших семьях был всегда достаток, был лад, чтобы вы имели только благодарных детей. С праздником вас! Для наших мам мы всегда будем самыми лучшими и всегда маленькими. Самые душевные песни и стихи о них, которые помнят наши первые шаги. Как и материнская доля, праздник не обошелся без слез. Лучшее, что у них было, матери отдали стране – своих сыновей. Они вырастили их готовыми на жертву и на подвиг. Погибших сыновей почтили минутой памяти. Лишь крохотная доля огромной благодарности – цветы и стойким матерям, оставшимся их оплакивать. Знаешь, мам, здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Мать читает, а в глазах стоит туман. Тем пронзительнее звучала музыка, тем роднее были слова бойцов, вернувшихся из Афганистана и Чечни. Сердце матери даже через тяготы и боль умеет улыбаться миру. Когда на сцене пели малыши, улыбки порхали по залу. Кстати, победительницу конкурса «Мамина улыбка» Анастасию Шаповалову и ее маму Марину наградили на сцене. Подарки получили семья Маториных, у которых 12 детей, и семья Кулахзян, где родилась Тройня. У каждого микрорайона есть своя мама. Это руководитель ТОСов. Майя Миненкова, Наталья Пономарева и Светлана Химченко за свои заботы получили благодарность горожан и подарки. Мама Георгия и талантливых девочек Луизы Вартиросян и Яны Богасьян, а также выдающихся спортсменов Анатолия Шевченко, Савва Каракизиди и Юрия Далакяна тоже наградили. Разглядеть в деталях талант может только любящая и внимательная мама. Я люблю свою маму. Она у меня самая добрая, самая красивая, самая любимая. Моя мама очень добрая, веселая. Она очень помогает иногда мне во всем. Собрать образ мамы – это что? Это душа, это жизнь, это все живое на земле. Это мама. Много добрых и трогательных слов прозвучало для мам в этот день. Но они заслуживают нашего внимания, помощи, уважения и бесконечной любви. Каждый день и долгие годы. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу 6 декабря в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 3-5 градусов, ночью до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. В воскресенье 7 декабря в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 7-9, в ночь на понедельник до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти в нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей.